В среднем корова дает около 15 литров молока за сутки. Неплохой показатель, но у главной героини этого выпуска он в 10 раз больше. Кто она такая и где живет? Сейчас вы все узнаете. В этом выпуске я покажу вам супер-корову, дающую 150 литров молока в день, а также расскажу о других невероятных животных, которые побили все рекорды сельского хозяйства. Супер-корова, дающая много молока Возможно, вы подумали, что я расскажу вам о породе коров, но нет, такая уникальная корова всего одна. У нее нет клички, знают ее по номерной бирке 4307. Безымянная корова поражает фермеров, ведь она действительно производит 100-150 литров молока в день. 4307 была выведена на одной из крупнейших молочных ферм на Ближнем Востоке, в хозяйстве Аль-Айн. В этом хозяйстве можно, в принципе, найти полно продуктивных животных. Это главная фишка Аль-Айн, однако 4307 опередила даже их, причем во много раз. Интересно, что начинала эта коровка как самая обычная среднестатистическая буренка. Она давала по 15-16 литров молока, как и все. Но с возрастом ее производительность значительно выросла и в итоге достигла грандиозных показателей. За всю жизнь корова дала уже несколько сотен тысяч литров молока. Фермеры, конечно же, очень гордятся исключительной коровой и как следует оберегают ее, чтобы она и дальше приносила невероятные удои. На другом конце света живет корова, которая ничуть не хуже. Может, она и не производит по 150 литров молока в день, но общие объемы удоя у нее просто колоссальные. Смурф, так зовут эту корову из Канады, считается самой продуктивной буренкой за всю историю ведения статистики молочной продукции. За свою жизнь она произвела свыше 200 тысяч литров молока. До этого хватит, чтобы дать населению целого города по стакану молока на утро. Такая невероятная производительность может объясняться здоровьем Смурф. За всю свою рабочую карьеру она ничем не болела и всегда отличалась крепкими конечностями, ровной спиной и крепкой поясницей. Удивительно, что такие темпы удоев не подкосили ее. Не каждое животное смогло бы приносить столько пользы на протяжении долгого времени, оставаясь при этом здоровым. Бельгийские мускулистые суперкоровы А вот и целая порода коров. Как из 4307 их называют суперкоровами, и это абсолютно заслуженно. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, это настоящие супермены от мира коров. Ну или бодибилдеры, как кому больше нравится. Бельгийские гиганты были разведены в результате скрещивания определенных пород. Ученые занимаются этим экспериментом с 18 века и продолжают заниматься им до сих пор, пытаясь вывести еще более мускулистую и крупную корову. Бельгийских суперкоров можно назвать рекордсменами сельского хозяйства в плане размеров. Ни одна другая буренка не сравнится с этими исполинами, вес которых превышает тонну. Даже многие быки смотрятся на фоне этих коров крохами. Ученые разводят таких коров не просто так. Они преследуют много целей. Во-первых, такие коровы дают большое количество нежного мяса с низким содержанием жира. Во-вторых, они дают много молока. Не так много, как 4307 или смурф, но все же. А в-третьих, эти гиганты устойчивы ко многим болезням, что играет на руку фермерам. И хотя бельгийские суперкоровы страдают от своих размеров, испытывая проблемы с дыханием и суставами, они приносят очень много пользы сельскому хозяйству. Самая продуктивная коза. Вы все знаете, что не только коровы дают молоко. Во многих магазинах по соседству с коровьим молоком можно найти козье. Пробовали его? Говорят, оно очень вкусное и питательное. Дают это молоко козы, и лучше всего с задачей справляются представители зоанейской дойной породы. Это самые продуктивные козы в мире, а вместе с тем и одни из самых распространенных в сельском хозяйстве. Порода была выведена в середине 19 века в Германии, а за 150 лет ее начали разводить в умеренных широтах по всему миру. Эти козы – удивительные рекордсмены. Зоанейским дойным козам принадлежит рекордный годовой удой – 3507 литров молока. Очень нехило, учитывая, что обычные козы дают в день около 5 литров молока. Кроме того, что зоанейской козе принадлежит мировой рекорд суточного и годового удоя, так еще и основная масса представительниц этой породы показывает выдающиеся результаты ежедневно. Неудивительно, что козы зоанейской породы повсеместно используются для получения молока в промышленных масштабах. Молоко – это, конечно, хорошо, но сельское хозяйство едино не только им. Что насчет других продуктов и рекордов? Например, куриных яиц? Уверен, что почти у каждого из вас в холодильнике лежит пачка или несколько пачек яиц. Но знаете ли вы, какие курицы лучше всего справляются с несением яиц? Рекордсменами в этом плане считают куриц породы легорны из Италии. Как и в случае с зоанейскими козами, эти курицы – одни из самых распространенных в сельском хозяйстве. И одни из самых узнаваемых. Говоря о курицах, мы представляем в голове примерно такой образ. Эти итальянские пернаты – самые высокопродуктивные. В год легорны могут давать около 300 яиц. И это только средние показатели. Рекорды впечатляют еще сильнее. Например, в 1930 году несушка легорна снесла 361 яйцо за год. Но и это еще не все. Легорны порой несут очень необычные яйца. В 1956 году курица породы легорн снесла яйцо с двумя желтками и двойной скорлупой. А в 70-х годах прошлого века в США и СССР фиксировались яйца легорнов, в которых было по 9 желтков. Как вам такое? Пишите в комментариях, хотели бы вы попробовать яйца с 9 желтками. И смотрите дальше, чтобы узнать о других невероятных рекордах сельского хозяйства, которые вас удивят. Урожайность Говоря о сельском хозяйстве, нельзя обойтись без урожая. Урожайность – это ведь главное, чего добиваются фермеры, и чем она больше, тем лучше. В этом плане Рэнди Дауди из США можно назвать настоящим чемпионом. Несколько лет назад он установил невероятный рекорд – мировой рекорд урожайности сои. Ему удалось собрать 11,5 тонн с гектара. Предыдущий рекорд составлял 10,7 тонн с гектара и держался 6 лет. Чтобы вы понимали масштабы рекорда, средняя урожайность сои в штатах достигает обычно 5,4 тонн на гектар. Рэнди Дауди, совершенствуя технологии, сперва достигнул результатов 7 тонн с гектара, и после получения этой урожайности в первый год работы, решил посмотреть, как далеко можно зайти. Зашел, как видите, очень далеко. Дауди говорит, что ключ к максимальной урожайности – это поиск идеального способа справиться со стрессом на растениях сои. Он сказал, что самое важное – это достаточное количество питательных веществ, контроль насекомых и сорняков. Берите на заметку, если хотите пойти в фермеры. Трактор-тягач Какое сельское хозяйство может обойтись без техники? Без крутых тракторов и комбайнов здесь никак, но если в наличии фермера есть такой монстр, как Биг Бат 747, то за высокие показатели урожайности он может не переживать. Биг Бат 747 – это крупнейший сельскохозяйственный трактор в мире. Сконструирован он был еще в 1970-х годах, но за это время еще никто не смог предложить чего-то более мощного и крупного. Мощности этого гиганта хватает, чтобы за день обработать порядка 400 гектаров почвы. К трактору цепляется громадный 30-метровый плуг, который способен вспахивать землю на глубину до 120 сантиметров. Размеры Биг Бата поражают – 8,2 метра в длину, 4 в ширину и 4,3 в высоту. Причем это первоначальная версия. В дальнейшем Биг Бату совершенствовали, сделав его еще чуть крупнее. Показатели мощности тоже поражают – движок трактора выдает 1100 лошадиных сил. Этого хватает сполна. Правда, у рекордсмена есть недостаток. Как и все крупные парни, он любит как следует поесть. Аппетиты у гиганта нешуточные. За минуту он сжирает 65 литров топлива, так что заправлять трактор приходится очень часто. Самая большая ферма в мире Думаю, такой трактор пригодился бы на самой большой ферме в мире. Кстати, как думаете, где она находится? Может, в США? В России? Или в Австралии? Если вдруг кто-то из вас назвал Китай, то вы угадали. Правда, она еще не совсем готова. Ферма только строится, хотя невероятные промежуточные результаты можно увидеть уже сейчас. Ферма расположится в китайском городе Муданцзян. Мега-ферма будет рассчитана на 100 тысяч коров. Таким образом, Китай планирует удовлетворить спрос России на молочку. Да, это совместный проект, в котором участие принимает и Россия. Корма для животных будут выращивать примерно на 100 тысячах гектаров земли в Китае и России. Ферма-рекордсмен уже поражает своими масштабами и впечатляет. И напоследок, немного о другой ферме. Black Ivory Coffee Elephant Dunk Farm. Расположена она в Таиланде. Эта ферма не может похвастаться огромными масштабами или невероятными рекордами. Хотя ее можно назвать рекордсменом в плане странности и необычности. Здесь разводят слонов, которые участвуют в производстве кофе Black Ivory. Участвуют самым непосредственным образом, ведь местные фермеры делают кофе на основе отхода в жизни деятельности слонов. Звучит мерзко, но тайцы уверены, такое специфическое сырье является ключевым ингредиентом в процессе получения вкусовых кофейных зерен. Кофейные зерна съедаются слонами, проходят обработку в их желудке, выходят естественным путем, потом промываются, чистятся и стерилизуются. Как бы это странно не звучало, но по итогу получаются зерна высшего класса. Несмотря на то, что в год на ферме производится всего 120 килограммов зерен, фермеры очень хорошо с них получают, ведь цена на полкило таких зерен превышает 500 долларов. Такой вот необычный тайский бизнес. Ну а в комментариях напишите, хотели бы вы попробовать этот странный и необычный кофе. И спасибо вам большое за просмотр.